Терпение горожан лопнуло. Постоянное начисление за тепло, которого по факту нет. Отрезанные батареи, бесконечные суды и потерянные время и нервы. От отчаяния жители Лавлан-Удэ начинают объединяться под лозунгом «Нет произволу ТГК-14». В мессенджерах сотни горожан делятся своими непростыми отношениями с теплогенерирующей компанией. В основном беда одна – батарей нет, а долг есть. Вот и Татьяна разорвала связь с ТГК еще в 2012 году. Однако расставание оказалось недолгим. Почти пять лет мне не начисляли. У меня тоже есть выписка из лицевого счета, где там все по нулям. И как гром средь ясного неба, начисления возобновились. Видимо, энергетиков даже не волнует, что отопительных радиаторов в квартире нет. Откуда бы они узнали, если бы я самовольно демонтировала, что у меня отсутствуют батареи, и перестали вдруг начислять пять лет, это не пять дней, извините меня, даже не пять месяцев. Никаких актов сотрудники ТГК-14 на руки не дают. Заходят, режут и уходят. Как говорится, чистая работа. Но все же иногда оставляют после себя улики. Вот это долг за что? Ну, якобы за стояки, которые, видите, у меня в коробе он спрятан. Вот я от этого стояка я греюсь. Хотя у меня обогреватели в детской комнате стоят и в зале. Стоят электрообогреватели. Я плачу исправно за электроэнергию. ТГК-14 очень ревниво. Компания не терпит, когда горожане греются не от ТЭЦ и платят кому-то другому. Возможно, в этом и кроется причина нежелания отпускать потребителей. Монополизм с их стороны заставляющий нас пользоваться их теплом. А вот Марина попала в должники к ТГК по совету сотрудников ТГК-14. В квартире всегда было холодно. Приходилось подключать электрообогреватели. И возник вопрос. Зачем платить за отопление круглый год, если можно три месяца немного переплатить за электроэнергию? И он нам посоветовал. Вы, говорит, накопите побольше долгов, а я через месяц или через сколько приду и обрежем. Будете вызывать инспектора. Он вам каждые полгода будет просто списывать с учетом того, что придет описание сделать. Нет батарей, нет долга. Ну, мы так и сделали. Не задумываясь о последствиях. Акты, естественно, нам никто не дал. В итоге сейчас Марине приходят счета за отопление в полном размере. Сумма долга считывается в десятках тысяч рублей. Платить за пустоту Марина не собирается. Однако ТГК решила иначе. Несмотря на то, что долгов по горячей воде нет, ТГК-14 выбивает долги таким способом, что просто перекрывает воду. И это лишь малая часть всех жертв произвола тепломонополиста. Мы уже освещали проблему Светланы Марказовой, которая шесть лет живет без батарей. Суды в Бурятии против ТГК выигрывают немногие. Скоро отопительный сезон закончится, но, к сожалению, мучения горожан останутся. Терпение якобы должников достигает точки кипения. Совсем недавно прислужба ТГК-14 во весь голос твердила, что всегда предоставляет нам ответы на запросы. Бесспорно, иногда действительно ответы приходят, но как отписки и их внятность оставляет желать лучшего. На этот раз мы снова отправим запрос ТГК, только на этот раз мы просим видеокомментарий, чтобы у нас был шанс задать вопросы. Ведь если энергетикам нечего скрывать, им и нечего бояться. Илья Балханов, Аркадий Амбуев, Федор Моденов, телекомпания АТВ.